Здравствуйте! Ну, недавно у нас случилось такое очень приятное событие. Весь год, или часть его, мы снимали на маяках Николаевского района. Это знаете откуда? Это на Азовском море, начиная от границы с Россией. Здесь граница с Крымом. И здесь, на запад, это граница с Одессой. До самого Мариуполя, где находится Азовская часть гидрографии, надо ехать 550 километров. Представляете? И тут еще получилось, честно говоря, ну поехал я, уже все дело люди сделали, но был такой дикий ветер. Такой дикий ветер, который на маяке это выдержать было просто невозможно. И холод был страшнейший. А потом на завтрак все это оледенело, и мы не могли наехать в Николаево. Я это все так рассказываю подробно. Знаете почему? Потому что вот творческая группа, которая сидит со мной сейчас, Таис Лещинская, поэтесса, и артист Николаевской филармонии Виталий Коваленко. Долго-долго мы писали песню в этот фильм о маяках, или как говорят профессионалы, маяках. Да, Сергей Менрилович? Правильно, так говорят. Что вам не понравилось в этом фильме, скажите? Мне в этом фильме? Да. Да нет, практически все понравилось. В принципе, действительно, очень этот фильм показывает, и даже гордость какую-то снова мы почувствовали за нашу гидрографию. Особенно за нелегкий труд маячников, которые в любую погоду продолжают нести вахту. И данная специальность как бы снова стала романтичной. Романтичной, да? Да, 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 потому что ее... Позабыли немножко. Ее несколько подзабыли за последние годы. Давайте, чтобы у нас дальше продолжить наш разговор именно на романтической ноте, давайте вопросим, что Виталик сейчас спел какую-то вещь, и пусть эта песня окажется камертоном к нашей дальнейшей песне. Лирическую песню. Лирическую, да. Я хочу сказать, что... Сейчас можно это не писать? Так как это не можно? Мы в эфире сейчас находимся. В эфире, хорошо. Вы знаете, по поводу лирической песни, когда я сказал родителям, что я участвую в такой замечательной телепередаче, особенно про такую тему, как маяки, а, собственно, мой отец моряк, достаточно символично. Блин, да. Вот, и мама говорит, ой, пожалуйста, можешь ты исполнить лично для меня на испанском языке есть песня «История Дуна Мур». Не по теме, но просто для любимой мамочки. Ну, так можно, чего же нет, ну. Хорошенько поприветствую туда на камеру и скажи, мамочка, для тебя. Мамочка, родная песня для тебя. Мамочка, родная песня для тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот так вот, да? Неожиданно ты закончил. Здорово. Это здорово. Полуфраза какая-то, да? Ну, иллюстрация. Таис, вы уже пережили все эти песенные маяковские дела? Что у вас осталось от этого? Что осталось? Во-первых, огромнейшая благодарность лично вам, Виктор Данилович, что вы меня, как говорится, в это дело посвятили и предложили написать стихи. Я теперь о маяках знаю столько, сколько не знала за всю свою жизнь. К тому же у меня та же история, что и у Виталика. У меня папа, вечная память ему, его уже с нами нет, он тоже моряк был, начинал на эсминце Фрунзе в Севастополе. И вот, как я узнала, наш садко-клуб подняло туда орудия, оборудование и так далее из-за тонувшего корабля. И он был старшиной второй статьи на этом, он был моряком черноморским, его застала война. И прошел всю войну аж до Маньчжурии, туда до Холкингола. Поэтому для меня это особо было. Как говорится, я вот просто, когда я вам прочитала первые строки, я еще не знала, так, не так, знаете эти специфические названия, все. Но я посмотрела еще ваш предыдущий фильм о маяках. Замечательнейший фильм, замечательнейшие люди. И у меня слова потекли рекой, сами собой. И я еще раз благодарю вас за это. И за вот эту встречу тоже. Когда есть возможность познакомиться с такими замечательными людьми, маячниками. И помните, вы говорили, особый акцент делать именно на маяке. Маяке. Я говорю, ну это же не литературное. Есть такое село маяки в Одесской области. В Одесской области оно оттуда пошло. И оно и на маяке называется. Именно от этого. Я там в обсерватории в свое время студенческую камеру болидную делали и испытывали ее там. Сергей Иванович. Да. Почему? Таким образом. Почему не маяки, а маяки? Почему так? Ну это специфическая морская терминология. Например, почему компас, а не компас? Ну да. Примерно то же самое. О том или атом у физиков. А вы сам не мореман? У физика нет атом и о том. Я физик, я не только лирик. Сергей Иванович. Вы не связаны у вас, ваша судьба с морем никак, нет? Потому что... Моя? Нет. Я у Сергея Ивановича спрашиваю. Моя? В смысле как не связаны? Ну вы не моряк, короче говоря. Почему? Моряк? Почему? Почему же вы не сознаете? Так это же все взаимосвязано. Вот это, вот получилось так, я здесь не могу мне назвать вашего, вашего руководителя Николаевского района Подгорного Василия Викторовича. Он просто, ну вот доверился мне и нашей команде, да? И дал нам почувствовать, что у нас получится. Вот так оно получится. Не все хорошо там было, в том смысле вдруг раз, и вот горючки не было, чтобы выйти там где-то куда-то. А оно ж так бывает, ничего не сделаешь. Это ж не близкий край Мариуполь. Я, конечно, вот есть там Саша в Мариуполе, он возит начальника мариупольской точки, да? Он меня повез по Мариуполе, посмотрел, я вот все эти такие достопримечательности, сожженный горы с полком, к примеру, дымы над городом от Азов-Стали, к сожалению. Я побывал там у моряков, которые доставали буи со дна морского, короче говоря. Это все интересные люди, и я сразу же отмечаю, в вашем присутствии говорю, если я не прав, поправите. Вот морская дисциплина, вы понимаете? А здесь, ну никак нельзя. Маяк должен гореть и гореть. Не правда ли, а, Сергей? Совершенно правильно. Он должен гореть постоянно. Он должен гореть постоянно. Что-то какое-то ощущение у меня, ну вот чувство, что сами маячники, смотрители маяков, они люди очень, очень мужские по натуре, мужики по натуре. Таис, давайте, чтобы вот дальше нам продолжать, почитайте какие-то свои стихи. Любые, какие хотите, и дальше пойдем. Ну, раз идет такая закваска, то я, наверное, тоже лирическое прочитаю. Прочитайте. Чисто женское. У жизни есть для каждого свой счет. У каждого есть звездное мгновение. И сердце неустанно чудо ждет. Я женщина природы вдохновения. Я чувствую, для счастья жизнь дана. И если вдруг случается иначе, я знаю, виновата не она. И рук не опускаю, и не плачу. К своей судьбе навстречу я иду. Приемля все, и боль, и наслаждение. Вся жизнь моя, как солнце, на виду. Быть женщиной – мое предназначение. И я живу с открытой душой. Я не могу в толпе людской теряться. Я в мир пришла, чтоб встретиться с тобой и никогда уже не расставаться. По всем счетам сполна я заплачу. Горите дольше, ярче жизни свечи. Я женщина, и все мне по плечу. Твоим теплом мои согреты плечи. То есть это стихотворение уже, как для вас и для меня, классика в вашей поэзии. Правда же? Песня уже есть. Александр Мюнгеряй написал. Песня есть, да? Екатерина Черныш исполняет уже много лет. Ну вот, когда мы снимали этот фильм, он сегодня же был, самый последний, 14 с половиной минут всего лишь. Много осталось материала за кадром. Я сейчас хочу вот и в вашем присутствии, и потом еще дальше мы будем возвращаться к этим сюжетам, которые не вошли в фильм, да? Но которые сами по себе очень интересные. Их надо обязательно показать. Вот есть там такое село, как говорят, Сирозона, Широкий Нове. Широкий Нове. Вот я не знаю, вот так вот, да? Там стоял над этим селом маяк. Понимаете? И сами же вы сами его подорвали, потому что он был прекрасным ориентиром для вражеских артиллеристов. Понимаете? Давайте сейчас посмотрим этот сюжет. Вы назовете человека, который здесь будет рассказывать, да? И потом продолжим наш разговор. Пожалуйста. Профессия моя. Доглядач в огню. Значит, был доглядачом в огню в Широкино. В Широкино. В Широкино. Это тот маяк пришлось взорвать, да? Да, это пришлось взорвать. Это вы там находились, да? Ну, я там не находился. Не. Находился я, но только когда взрывали, не находился. Не я, потому что я говорю, что вы за ним доглядали. Да, да. Это ваш маяк. Горько было все это дело, а? Это был маяк его. Обносили пластины, они взорвали. Аккуратно положили. Потом мы его эвакуировали, что там осталось от него. Ну, вся аппаратура целая оказалась, все в порядке. Отвезли в Мариуполе. Ну, а потом началась война. Изрешетили там, я еще там находился, изрешетили. Там была очередь аппаратура, но сделали ее, как говорится, хоть эти, макароны отбрасывали. Ну, вот так. Как эта война отразилась на вас, на вашей семье? Ну, как на нашей семье. Были, были, это, был обстрел. Пчела Украина зашла, потом ДНР. Ну, много были при ДНРе. Потом смысл такой, что надо было уезжать. Оставаться нельзя было. Оставили, оставили все. С сумками. И фактически мы выехали, вернее, пешком. Ушили под белым флагом. Ну, все, приняли нас в Родномариуполе хорошо. Спасибо начальнику Андрею Геннадьевичу. Помог жильем. Ну, так и жили. И жильем. Ну, что, война. Ну, что, война иду. На то, в Сирокино продолжается. Там стреляют. Два с половиной года нас туда не пускают, потому что, ну, там вот считают, что опасно. В общем, я не видел, я не знаю, что с моим жильем фактически. Ну, вот по аэроразведке смотрел. Ну, вроде непонятно. Вот что-то еще целое. Еще целое. Еще целое, да. Ну, так сильно пострадала Широкина. Очень сильно. Некоторых улиц нету. Такие дела. Ну, мы живем, что привыкаем. Привыкаем городской жизни. Так как мы большую часть прожили в сельской местности. Мир наступит. Так что я буду... Я думаю, что все будет хорошо. Вернетесь туда? Да, мы... Не только я один. У нас все. Вот у нас сходы есть там по Широким. Люди собираются. Кстати, завтра будет сход. И все желают. Все хотят домой. Ну, вот. Я тут еще хочу вспомнить. И в фильме это было, конечно. Вот получается, между двумя воинами. Маяки. Потому что на Дживольском заднем, да, мы снимали, который построил по проекту Шухова, мы снимали там пробитый немецким летчиком пробитый маяк, осколки пробитые и так далее. То есть и тогда еще вот это все. А ведь маяки, они же для мирного. Для мира создан. Спасатели. Для мира. Понимаете? А никак не успокоятся люди. Не люди. Да какие там люди? Все вот. Война, война и война. Ну, и что? Скажите, пожалуйста, Сергей, восстановится он когда-нибудь или нет? Или если восстановится, то, может, гораздо краше он будет? Или больше? Как вы думаете? Надеюсь, что когда-то это закончится. И, разумеется, мы в первую очередь восстановим этот маяк. А вот скажите... Конечно, он будет лучше. Да. А вот скажите, пожалуйста, вот понятие обновления. Вот мы снимали там маяк старый, такой маленький. И уже новый мы туда лазили, в это самое. Как вы часто обновляетесь у вас? Вот сам процесс этот, обновление маячного дела в вашей профессии. Скажите несколько слов по этому поводу. Ну, сами сооружения маячные обновляются в связи с тем, что застраивается береговая линия, и его просто становится невидно со стороны моря. Поэтому всё это делается по проекту. Строится новая башня. Останавливается уже новая аппаратура. Вот, новая аппаратура. Вот пришло уже, неожиданно раз уже всё. И ветряная энергия на маяке пришла. И энергия солнца там эти уже прямо на маяке находятся же эти, как они называются? Солнечные батареи. Солнечные батареи. И уже тот мотор, который запасной и основной, который просто тарахтел, тарахтел, чтобы его посылать туда, он просто уже как страховочный. Ну, мы его считаем аварийным. Аварийным, да? То есть на случай выхода из строя, оборудования. И как я не говорил по этому поводу, как я не разбирался, получилась вот такая вещь, что, ей-богу, ни разу не было каких-то таких аварийных ситуаций за многие-многие годы. Или они меня обманывали, а? Нет, почему? Мы стремимся к тому, чтобы... Вот не было по этому поводу. Понимаете? Такая вот маячная служба. Поддержи меня какой-нибудь мелодией, да будем дальше говорить. Может быть, про маяки? Давай про маяки. А буквально иллюстрацию. Давай, давай, давай. Судам в океанах, в лиманах, в морях Плывет лучшим другом трудяга маяк В шторма и туманы горят огоньки И голосом трудным гудят маяки Вдоль Бакина входят по рекам суда Внезапно на сель, чтоб не сесть никогда По створам и вехам буйкам капитан Обходит крутых поворотов вулкан Маяки, вы без вена Стоите на страже Те, кто танк на судах свою вахту несет Маяки, ваш смотритель суровый, отважен И маяки, вас он подружески часто зовет Ну, это иллюстрация, собственно, кинофильма Виктор Бенюкс Таис, продолжайте А можно иллюстрацию тоже, я хочу сказать У меня ведь брат плавал, сахалинское пароходство Вот в Японии туда И он рассказывал, как обледеневали их суда тоже Так же, как маяки Как и маяки И можно вот маленькое коротенькое стихотворение Можно Я посвятила ему свое время Прочитать вот моему братику И с супругой, кстати, они вместе ездили На этом теплоходе в Зморье Как хорошо, что вот такой есть у меня братишка Веселый, добрый, непростой, хоть добродушный слишком Желаю я тебе, мой брат, свет ясный мой Владимир Чтоб ты здоровьем был богат и был всегда любимым Пускай тебе на сотню лет все ярче солнце светит Храни, Господь, тебя от бед, а раны время лечит Пускай тебе всегда во всем сопутствует удача Коль человек богат теплом, не может быть иначе Спасибо Очень трогательно все это дело Я, Сергей Малинович, я вдруг выяснил Я прошел вместе со всеми вашими моряками Прошел все эти 13 колен нашего канала От Очакова до Николаева И мне сказали, что вот этот канал по сложности второй в мире Насколько там нужно это понятие створа Как мы-то и с вами выясняли, что такое створ, да? Створ, когда сходятся два или три маяка в одну линию И тогда надо будет поворачивать дальше, да? Как, кто, вот вы говорите, кто ваши люди, маячники, кто они такие? Что вы о них можете сказать, Сергей? Ну, в песне уже о них многое было сказано Что это действительно мужественные люди Преданные прежде всего своему делу Именно делу маячника мы его так и называем То есть они понимают, что от них до сих пор До сих пор, несмотря на все вот эти вот Современные средства навигации Все равно зависит многое Потому что любая техника бывает выходит из строя А маяк, он стоит всегда Он всегда является путеводной звездой Можно даже так сказать Для судоводителя Вот скажите, наша техника маячная Если ее сравнивать с европейской, с мировой Это все нормально? Все как надо, да? Мы стремимся идти в ногу с прогрессом И в последнее время достаточно продвинулись в этом вопросе И в принципе приближаемся к стандартам К европейским стандартам Еще я выяснил, знаете, что вот в этот раз не оказалось Вот декабрь какой, ну какая тут сейчас зима? Вы же видите, да? А у вас есть красавец ледокол Который пробивает лед И обязательно будет наблюдать там за буями За всем на свете, менять их и так далее Как я хочу, чтобы зимой вы пригласили нас туда И чтобы вот в этом Где-то сантиметров сорок, наверное, лед запросто бьет и душит Правда же, да? Да, он может ходить во льдах Но, правда, ограничен толщиной То есть до 30-40 сантиметров в принципе он проходит Но он не часто все-таки Вот в принципе не часто выходит По мере Летом, да? Да, летом ходит Реже, может быть, зимой приходится ходить чаще А сколько в Николаевском районе всего маяков? Всего маяков? Ну да, хоть приблизительно Я знаю, что я поставил немножко в тупик Этих маяков так быстро прибавляется Ну да, 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 да Ну, десятки или сотни, да? Да, это уже несколько десятков маяков Просто маяки бывают обслуживаемые и необслуживаемые Поэтому тут несколько вопрос некорректный Ну да, ну уж извините меня за некорректный вопрос Просто есть же и маячные знаки, а не маяки Навигационные знаки Ну в общем Всего их уже больше сотни Больше сотни Теперь Вы сюда пришли не только рассказать и спеть эту песню о маяках А вот у нас две полторы минутки Закончите красиво нашу передачу вот этим награждением Пожалуйста Да, позвольте мне От имени Николаевского района госгидрографии Державная установка держит гидрографии Наградить авторов вот этой вот очень нам понравившейся песни про маячников Мы ее даже в своем коллективе окрестили гимном маячников А, ну это приятно Так, это у нас Поэтому Кто? Разрешите Давайте вручить У нас полминутки осталось Почетные грамоты Коваленко Виталию Яковичу Это артисту, исполнителю И автору этой музыки Так, так, так От всей души Почетную грамоту Спасибо И пожелать дальнейших успехов Спасибо И вот это, пожалуйста И разумеется Таису Анатольевну Лещинскую тоже Мы тепло поздравляем И пожелаем, чтобы она нам еще более красивые стихи Может быть в следующий раз еще напишет вторую песню Все Спасибо вам за эти стихи Они очень теплые Вот на этой ноте мы и заканчиваем нашу передачу приятную Вот мы сейчас встали все Мы скажем большое спасибо именно авторам за это дело Спасибо И вам огромное спасибо Что вы дали возможность нам снимать у вас Что вы нам помогали Что мы не подвели вас в конце концов У нас хоть что-то, но получилось Пусть маяки светят всегда и не гаснут До свидания Спасибо вам До свидания Спасибо и вам Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok